Последнее напутствие накануне дня выборов получили члены всех избирательных территориальных комиссий, которые 18 сентября будут задействованы в выборах. Встреча состоялась в рамках обучающего семинара, на котором в режиме видеоконференц-связи были доведены изменения в законодательстве относительно процедуры голосования, а также на практике закреплена работа с бланками строгой отчетности. В семинаре помимо членов избиркома приняли участие сотрудники аппарата администрации, представители прокуратуры и правоохранительных органов, а также председатель и заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Заполярного района. Председатель избирательной комиссии Георгий Попов проводит краткий инструктаж о том, каким образом будет налажена работа в единый день голосования, а также работа по взаимодействию всех территориальных избирательных комиссий во избежание непредвиденных ситуаций. Для обсуждения важных вопросов на связь с избирательной комиссией Ненинского округа вышли представители избирательных комиссий в муниципальных образованиях региона. Мы будем на связи как территориальная избирательная комиссия Заполярного района, соответственно, избирательная комиссия Ненинского автономного округа. Все телефоны известны, памятки в посылках вам были направлены с номерами телефонов. В ночь голосования мы все будем полным составом на дежурстве. Все, что касается сверки данных протоколов, проверки контрольных соотношений, все эти данные будем с вами сверять по телефону. Также особое внимание было обращено на открепительные удостоверения, как бланка строгой отчетности. Благодаря этим бланкам проголосовать на выборы в Государственную Думу граждане округа смогут и за пределами региона. Накануне выборов специальной связью с Центральной избирательной комиссией в Наринмар доставили 500 экземпляров открепительных удостоверений. Обратите внимание, что был факт утраты открепительных удостоверений в субъекте Российской Федерации в крупном размере. Поэтому Центральная избирательная комиссия попросила довести до сведения ниже стоящих комиссий о том, что председатель участковой избирательной комиссии, то есть той комиссии, которая работает с открепительными удостоверениями, несет персональную ответственность вплоть до самой строжайшей ответственности. До 17 сентября удостоверения будут выдаваться в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Не менее важным моментом на выборах является прозрачность самой процедуры. Самое главное – это провести непосредственно 18 числа выборы таким образом, чтобы ни у кого не возникло даже доли сомнения в том, что они нелегитимны и недостоверны. А это зависит, дорогие товарищи, от вас. Поэтому просьба именно на это обратить внимание. Напомню, выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября 2016 года в единый день голосования.